Здравствуйте, в эфире программа «Психолог и я» и ее ведущая Людмила Швайбович, и сегодня мы говорим про тему принятия решений. В гостях у меня Алексей Красиков. — Добрый день. — Алексей, здравствуйте. В рамках другой программы «С интересными об интересном» мы уже затрагивали тему принятия решений. Предлагаю продолжить эту же тему, но в рамках «Психолога и я» и сделать ее более практикоприменимой, психологичной. Я подготовила новые вопросы на совершенно другие сферы жизни, поэтому спасибо, что согласились. Итак, принятие решений, оно, конечно, в каждых сферах важно. Я предлагаю, наверное, начать с принятия решений с родителями, в отношениях родителей. Мы будем идти по сферам жизни человека, скажем так, и попробуем затронуть максимально актуальные моменты, где необходимо принимать решения. И в первую очередь, когда я готовилась к этой программе, я подумала, что, наверное, сложнее всего принимаются решения в отношении с родителями. Когда нужно сказать «нет» или когда нужно сказать свое мнение, свой какой-то принцип, свою жизненную позицию, свое решение. Потому что принять решение — да, еще вопрос донести это решение до родителей, чтобы оно было нормально принято и так далее. Поэтому предлагаю начать с вот такой сложной, скажем так, и многогранной темы, как принятие решения в отношении родителей. Как принимать, если ты знаешь, что затрагиваются такие отношения? Да, еще раз добрый день, спасибо большое за вторую часть темы принятия решений. Она откликнулась очень большому количеству моих зрителей в том числе. И это важно, потому что, как мы в прошлый раз говорили, да, это основа работы не только с неврозами, но и вообще в развитии. Что касается родителей и школьников, выпускников, это очень больная тема, и думаю, что об этом уместно поговорить. С чего начнем, со школьников или с родителей? Потому что это, в принципе, очень рядышком. Давайте тогда со школьников, наверное. Ну, она плавно перейдет в родителей, в чувство вины, потому что бывает так, что выпускники 10-11 классов понимают, что они не хотят. Понимают, что то, что родители им не то чтобы даже советуют, а рекомендуют, не их. Но сказать нет они не могут, потому что мама расстроится, они вложили деньги в подготовку, они искренне настаивают. И если я скажу нет, будет какая-то вселенская катастрофа. То есть мы вот об этом поговорим. А основа заключается в том, что 10-11 классников требуют принять решение. Приходит мама на кухню и говорит, сына, тебе пора определиться, какой вуз ты хочешь. Но это и то в лучшем случае, потому что в большинстве случаев сына не спрашивают, ему просто говорят, куда он пойдет. Когда спрашивают, уже лучше, но проблема в том, что они определиться не могут, у них нет опыта. Ну как в 10-11 классе, там 15-16-летнему подростку можно задать вопрос, определись, на основании чего, простите. То есть мне хочется задать вопрос этим мамам, на основании чего эти дети должны принять решение. В общих чертах, что они слышали об этой профессии? Конечно. Поэтому идеальная, по моему мнению, история была бы, если после 11 класса наших детей, выпускников помещали бы в специальный вуз на три года, в котором бы они проходили бы все немного медицины, немного юриспруденции, немного истории, немного математики, физики. Чуть-чуть, без всяких требований и нормативов. И им давали бы возможность прикоснуться на практике к разным областям знаний, науки и философским наукам, естественным и так далее. И вот тогда, через эти три года, они бы сказали, да, вы знаете, прикоснувшись вот к этому всему, я понял, что мне больше нравится вот это, в том числе и бизнес. И вот тогда это было бы справедливо. То, что и от них требуют, поэтому я считаю, что требовать от 10-11 классников принять решение, это странно. И неудивительно, что они потом мучаются, потому что они выбирают профессию совершенно не ту. И не могли ее выбрать ту. Но тогда все равно сейчас нам диктуют условия то, что нужно принимать решение, выбирать те же самые ЕГЭ, когда уже ты задумываешься даже не в 10-11 классе, а на уровне 8-9, ты точно должен задуматься, какая у тебя будущая профессия, потому что ты сдаешь ЕГЭ, ГИА и так далее. Ну, готовишься, то есть период подготовки, на мой взгляд, начинается очень-очень рано сейчас. В 11 классе у тебя должно быть уже четкое решение, куда ты хочешь поступать, потому что ты должен знать, сколько баллов тебе нужно набрать и какие экзамены нужно сдать. Невозможно. Невозможно взять год на стажировку и на какой-то опыт, допустим, как до введения ЕГЭ, потому что ЕГЭ ты должен сдавать через год, насколько я знаю, у него истекает срок действия. Если ты не успел поступить, то тебе снова надо сдавать экзамены, это вообще большая проблема и сложности. Поэтому как все-таки принимать решение? Ну, как мы говорили выше, мы не можем идти против системы. То есть мы должны работать с тем, что есть. Поскольку мы должны работать с тем, что есть, наверное, все решения будут приниматься, исходя из способностей в школе к тем или иным предметам. Но по-другому, если мы будем анализировать, мы не получим реально хороших данных, потому что если у ребенка хорошие успехи по тем-то, тем-то предметам, скорее всего, и не будет профилироваться на эти предметы дальнейшие ЕГЭ. Исходя из этого, будет выбираться тот или иной ВУЗ под те баллы и под те предметы, которые он сдает. Ну, вот так вот в основном сейчас в Российской Федерации семьи распоряжаются будущим детей. Они смотрят, что получается у ребенка, смотрят, какой ВУЗ под это подходит, и дальше уже идет поступление в ВУЗ. Что из этого вырастает? Понятное дело, что 90% из этого не вырастает ничего. Да, то есть 90% вот с таким подходом пробуют и просто потом этот диплом убирают на полку или потом мучаются со словами странно, вроде я учился в ВУЗе, а что-то не мое. Потому что изначально была ошибка в формуле. То есть мы закладываем изначальную ошибку, а потом героически пытаемся ее решить, пытаясь как-то подстроиться. Там 10% везет, что тот, кто сдал ЕГЭ, пошел в какой-то ВУЗ, потом по профессии пошел. Но в основном мы же знаем статистику, что второе высшее, третье высшее образование, оно, как правило, более осознанное, основанное на опыте. Вот то, о чем я сегодня как раз хотел много поговорить, потому что этот опыт – это фундаментальная вещь. И мои клиенты с неврозами, и ваши все зрители – это люди, которые нуждаются в опыте. И страх принимать решения, и я вот специально сегодня готовился, основные тезисы, почему люди боятся принимать решения, в том числе и с родителями, уводят их от опыта. А отсутствие опыта не может им дать должного развития. И вот этот круг замыкается, здравствуй, депрессия с неврозом. У нас нет опыта, мы не можем принять решение, мы откладываем решение или боимся его принимать, у нас нет опыта, и у нас нет движения вперед. Давайте как раз поговорим про то, как же принимать решения в отношении родителей. Допустим, если ребенку что-то интересно, но часто бывает так, что родители говорят, ну на этом денег не заработаешь. Ну, например, ему нравится рисовать, и родители показывают негативный пример о том, что ну посмотри, сколько художников там, где-то на улицах сидят, рисуют шаржи, портреты какие-то, да, на этом не заработаешь. То есть у нас есть стереотип того, что художник, если он не Никас Сафронов, он бедный и голодный. А с чего вы взяли, что Никас очень богатый? Ну, условно говоря, да, то есть как-то у нас принято такое разделение, что вот если не суперизвестный, то в принципе не очень богатый, на это не очень проживешь. То есть как ребенку, например, если он все-таки принимает решение, основываясь на каких-то своих интересах, потому что опять же опыта нет, как донести до родителей свой выбор и как, наверное, родителям принять это решение? Потому что дети же часто боятся спорить с родителями, потому что ну вроде как мама права, они лучше знают и вообще часто родители там с первого класса говорят о том, что там условно наш будущий врач, наш будущий юрист. Это большая проблема, наш будущий скрипач, а потом у него невроз, он не может скрипку взять в руки и он не может вообще выйти из дома, потому что он тяжело заболел. То есть есть такое направление, как профессиональные неврозы, когда мы настолько не можем уже выдерживать то, что мы вынуждены делать, что нам становится плохо на том рабочем месте, в котором мы находимся, либо с тем инструментом, с которым мы работаем. Что касается художников, вот я вот хочу сразу показать, насколько мир поменялся, а многие мамы вот этого не заметили. Вот, например... Да, они поменялись. Вообще, вот, например, возьмем ваш тезис о художниках. Художникам не заработаешь. Вот действительно огромное количество женщин, вот мам, говорят нашим детям, художниками ты не заработаешь. У меня есть две знакомые, две девушки. Они художники. Они пишут маслом. Они учились в художественной школе. Это стандартная история той девочки, которой мама сказала бы, ты не заработаешь своей мазнёй. Сегодня эти девочки очень востребованные мастера тату. Они зарабатывают в день столько, сколько среднестатистическая мама зарабатывает в месяц. Тоже кто-то должен... Вот вам смена парадигмы. Это просто естественный ход развития вещей. Когда сегодняшние художницы, девушки, которые учатся, не учились сюда, и продолжают писать маслом, зарабатывают своим же творчеством только в монетизации татуировок. А масло для них это является выражением себя, выражением своего внутреннего мира. Причём они продают тоже не очень дёшевые эти картины. Потому что... То есть можно заработать даже художником сегодня. Пожалуйста. Просто тебе нужно научиться применять это выражение в творчестве, в монетизацию. Вот там в чём проблема. Они в творчестве. Мамы этого не знают, потому что они... Какого года выпуска? 60-го, 50-го? Они не умеют монетизировать творчество. Они не умеют монетизировать естественные науки или ещё что-то. Это касается отдельно художников. По поводу спора с родителями это тоже большая тема, потому что огромное количество моих клиентов, имеющие социальные страхи, они воспринимают родителей как вот такое, знаете, может плохо сравнивать, но идолопоклонничество. То есть для них родительское слово – это в принципе априорная истина. Они даже никогда не подвергали сомнению, что родители могут ошибаться, что у них есть свой опыт, что это просто, простите меня, обычные два невротика, которые встретились когда-то на Эльбе в результате каких-то процессов физиологических, что-то произошло. Но детям, естественно, ставить родительское слово вот в такую идеализацию, но если посмотреть без эмоций и вот просто как есть по факту, это просто два бывших гиспитализированных пациента в отделении неврозов со своими убеждениями, со своими истериками, со своими какими-то странностями, которые просто родили ребёнка, а ребёнок поверил им. Я не хочу там обесценивать никаких родителей, но это вот если посмотреть объективно, что очень часто это так. Очень часто те убеждения, которые я слышу из уст своих клиентов, родительские убеждения, и являются причиной их неврозов. Причём родители полностью уверены, что они правы, а дети полностью уверены, что правы родители. И потом нам приходится разруливать вот эти, взламывать вот эти защиты. Мне же мама говорила, что я буду плохой, если обо мне плохо подумают. Ну простите, если о тебе плохо подумают, как это делает тебя плохой? Или если я ошибусь, я буду плохой девочкой, потому что хорошие девочки не ошибаются. Ну ты была невнимательной, хорошо, ты ошиблась, ты там разбила вазу из-за невнимательности, или ты там подсказываешь, как это делает тебя плохой. Да, это неприятное событие, но плохой же тебя это не делает. По поводу чувства вины. Есть такое базовое убеждение в когнитивной терапии – чувство вины. Да, я буду виноватый, я буду плохой по определению, если… Что касается родителей. Вот это стоит на том идолопоклонничестве к родителям, да, когда есть убеждение, я всегда должна соглашаться, как родители скажут, так и правильно. А еще такое убеждение, если я скажу, и мама расстроится, я плохая дочь. Мы можем много говорить об этом, но если сухо и коротко вам надо прийти к философскому пониманию того, что мама не может, вы не можете расстроить маму, вы не можете расстроить папу. Только сам человек может расстроить себя отношением к вашим словам. Ну, предположим, Людмила, вы любите яблоки, а я люблю сливы. И я вам говорю, Людмила, яблоки плохие, ешь сливы, яблоки – неполезный фрукт, а вы хотите яблоки. Вы говорите, блин, ну сейчас скажу, что не хочу я сливы твои, хочу яблоки. Вы говорите, окей, хорошо буду давиться сливами, и вы будете себя подавлять. Вот вам причина неврозов и депрессий. А если мы перейдём в другую философскую категорию, вы скажете, мам, пап, я очень люблю твой выбор и твои сливы, я уважаю этот вкус, но у меня есть вкус и у меня есть желание попробовать яблоки. Да, они тебе не нравятся, но это мой выбор, это мой суверенный выбор, это моё желание. Нет, я сказал, ешь сливы. И здесь мы встаём в позицию, а хотим ли мы постоянно подчиняться выбору, вкусу, мнению. Это первое. Второе. Если мы вернёмся к тому, о чём я говорил, вы не можете никого обидеть, ни маму, ни папу. Мама и папа может отнестись к вашим словам, как мой сын или моя дочь должна всегда меня слушать. Вот как вам кажется, это убеждение объективное? Нет. Моя дочь и сын должна меня слушать. Нет. Или, например, такое убеждение. Моя дочь должна со всем соглашаться. Поэтому получается, что если ваша мама и ваш папа обиделись, то получается, что это проблема их убеждений. Что у них есть убеждение, что ваша дочь должна, дочь обязана. Представляете, дочери, простите, 24, и дочь обязана делать так, как мама хочет по первому зову по велению долга. Это проблема дочери, её поведения, её выбора или проблема убеждений мамы? Конечно же, это проблема убеждений мамы. И наши клиенты этого не осознают. Да, это очень сложно отследить, потому что с детства обычно такие родители говорят о том, что ты должна, ты должен. И внушается такая стратегия поведения. И вообще, в принципе, транслируется то, что как в анекдоте, Сёма, иди домой, я замёрз, нет, ты хочешь кушать. Ну, то есть, ты должен. Нашим клиентам, если вот говорить о том, как быть и что делать, вот просто мы можем до утра говорить о чувстве вины, о том, как это прорабатывать, мы не уложимся в рамки передачи. Конечно. А если говорить коротко, нужно прийти к пониманию, что, первое, вы не можете никого обидеть. Люди относятся к вашим словам так, и они обижают себя сами. То есть, вы выражаете своё пожелание, например, я бы хотела, чтобы ты уважала мой выбор. Я не против тебя, просто у нас с тобой разные вкусы. Я люблю яблоки, ты любишь сливы. Ни яблоки, ни сливы неплохие. Вы, мои родители, просто уважаете мой выбор, я хочу попробовать. Не навязываете. Да, возможно, я ошибусь, да, возможно, я буду неправа, но это моя жизнь, мой выбор. Я даже не говорю о том, что мы с вами в конфронтации. Второй момент. Если у родителей есть убеждение, что дети должны вот сухо, даже после 18, выбирать так, как они хотят, без права выбора, ну, на мой взгляд, это очень странная позиция. Это позиция подавления. Это позиция не… Зачем вы тогда этих детей рожали? Вы что, слуг рожали, вассалов рожали? Или вы рожали людей, которым хотите помочь в этой жизни стать на ноги? Тогда зачем вы рожаете детей и командуете ими всю жизнь? Это что, прислуга родилась у вас, многодетная прислуга такая? Значит, дочь будет младшая стирать, старшая будет это, а там ещё сына будет возить её на охоту какую-нибудь. Ну, что это такое? Поэтому здесь надо проявить будет жёсткость. И жёсткость в том, чтобы вас зауважали родители. Я вас люблю, я вас очень ценю, и я вам очень благодарна или благодарен, но я просто прошу с уважением отнестись к моему выбору, попробовать то, что я считаю нужно. Вот адекватные, психически здоровые родители говорят обычно так, дочь, нам не очень нравится тот выбор, который ты делаешь, мы его не поддерживаем. Нам кажется, ты могла бы выбрать что-то другое, но мы прекрасно понимаем, что ты взрослый человек, и ты свободный человек, и ты имеешь право делать так, как считаешь нужным. Если ты пожалеешь, ты можешь всегда к нам обратиться, мы тебя поддержим. Мы понимаем, что ты имеешь право на свои ошибки и свой выбор, и в этом нет ничего плохого. Мы самые близкие люди в нашей семье, и нет ничего плохого в том, что ты ошибёшься. Вот это позиция здоровых родителей. А у нас в стране что? Я сказал, как я сказал, так и делай. Если ты меня не послушаешь, ты мне больше не дочь. У меня возникают большие вопросы к этим родителям. Это что такое? Что это за унижение личности? Да, тут действительно можно, это отдельная, наверное, программа, работа между детьми и родителями. Возвращаясь к нашей теме принятия решений, тогда хочу задать такой вопрос. Как принимать решения детям? Пока нужно донести выбор до родителей. Допустим, родители не навязывают своего мнения и говорят, ну как ты решишь, так и будет. И вот в этот момент надо как-то решить, если, допустим, нету никаких склонностей и интересов к тем или иным предметам, ничего вот так прям не увлекает. Ну, просто обычно, условно говоря, рядовая жизнь, если можно так назвать, да. Как ты учишься, чем-то занимаешься, нужно делать выбор. По сути, получается, вслепую. Как его принимать, что делать, чтобы потом, ладно, если на третьем курсе ты переходишь в другую сферу, а не было так, что ты 5-6 лет отучился и переходишь в другую сферу, в итоге не хочешь работать по этому направлению. Хороший вопрос. Если мы берем за основу абсолютно неизвестные, надо выбрать три вуза, в которые ты проходишь. Может быть, подать документы и понять, что точно прошел, потому что у нас, по-моему, законодательство позволяет подавать документы одновременно в несколько вузов, потом выбирать. И при прочих равных условиях просто понимать, что ты не знаешь, как будет ни в этом вузе, ты не знаешь, как будет в этом вузе, ты не знаешь, как будет в этом вузе. Вот это надо взять за априорную основу. Я не знаю. Может быть, стоит посоветоваться с ребятами, кто учится в этом вузе и на более старших курсах. Может быть, стоит посоветоваться с теми, кто учился в этом вузе, или прийти в этот вуз и просто подойти к студентам, спросить, ребят, я вот хочу поступать, как вам? Просто спросить такой, знаете, социальный срез этих студентов в каждом вузе. Но в любом случае это будет их проекция, это будет их мнение. Кто-то недоволен там чем-то, кто-то доволен этим, это все не будет истиной. Это будет просто средний срез мнения. Но надо понять одно, надо пробовать. Ты не сможешь, сидя дома на диване, понять А, Б или С при прочих одинаковых переменных. Надо пробовать. И надо заложить в голову, что я попробую, и если я пойму, что это не мое, и если я пойму, что что-то не так, ни в коем случае не тянуть еще пять лет. Да, ты попробовала один-два года, поняла, что эти предметы, и это вообще атмосфера не твоя, принимай решение, иди в другой вуз и еще пробуй, и еще пробуй. Вот так будет объективно. Тебя будут называть неопределившиеся. То есть для российского человека мучиться пять лет – это определившиеся. И не работать потом по этому профессию. Конечно, да. А вот если ты просто пробуй, попробуй, попробуй один-два курса. Не пойдет, иди дальше, не надо тянуть. Может быть, ты вообще не из сферы точных наук, может, и из сферы предпринимательства. Сейчас в России бум предпринимательской активности. Не всем же работает на макаронной фабрике, как в одном советском фильме говорилось. Конечно. Тогда здесь, наверное, возникает четкая грань от непринятия решений. Ну, я имею в виду, что даже если ты принимаешь решение идти в несколько вузов и пробовать, 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 то все равно, мне кажется, что это граничит с каким-то моментом откупиться на волю судьбы. То есть судьба все расставит по своим местам и не принимать решения в какой-то момент. То есть пусть все идет так, как идет. Например. То чем отличается довериться судьбе от непринятия решений? Довериться судьбе – это очень частая тема. Довериться судьбе или гадалке, посоветоваться с картами, с кофе, со свечами – это мы немножко говорили об этом в прошлый раз, да, это немножко снять с себя ответственность, потому что я не знаю, куда колохнуться при прочих равных. Я считаю, что нет судьбы. Даже самая древняя наука на планете Хиромантия и говорит, что судьбы нет. И астрология говорит о том, что судьбы нет. Есть только некоторая предрасположенность в характере, да, как говорит астрология. Есть некоторая предрасположенность, исходя из положения планет. Есть некоторые таланты и способности, которые ты можешь развить, а можешь не развить. Поэтому надо оперировать не судьбой, а надо оперировать одним простым тезисом. Будущее зависит от меня. Вот какое будущее, я не знаю, там у этих часов? Зависит от вас. Вот, не от судьбы. Да. Я могу их подарить, я могу их разбить, я могу их отдать, я могу их выкинуть, я могу что угодно сделать. Нету судьбы у этих часов. Ровно так же у вас каждую минуту идёт постоянное дерево расчёта. То, как вы выберете, так и будет. Есть некоторые предрасположенности. Опытные хироманты или опытные люди могут почувствовать, если это интуитивное сенсорное восприятие, или это там линии на ладонях, да, на правой. Мы можем говорить о том, что как бы у человека есть такие склонности, но разовьёт он их или нет, и какое решение он примет, остаётся за ним всегда. Поэтому нельзя просто отдавать всё в рамках судьбы и сесть дома и ждать, что принц на белом коне постучится. Ну, может быть, когда ты будешь в туалете сидеть, принц на белом коне и постучится, но явно не тот, которого ты хотела всю жизнь. Поэтому тут надо понимать, что ни в коем случае нельзя отдавать всё на случай судьбы. Это всегда всё-таки физиология, это всегда всё-таки действие. Например, я отдаю судьбе, забеременею я или нет. Ну, как это судьба, тебе закинет, сперматозует эту клетку, это что-то за история такая интересная. Если Карлсон при нём залезет куда-то. Это вопрос физиологических процессов. То же самое касается выбора школьников, то же самое касается выбора мужчин и действий. Мы можем каждую минуту менять судьбы не только свои, но и людей. И я меняю судьбы людей, врачи меняют судьбы людей. Да, получается, какое решение ты принимаешь, так дальше и пойдёт? Там мы решение приняли, оно повлекло за собой развитие цепочки событий. Мы решение приняли, цепочку событий. То есть это постоянная химическая реакция, много вариантов. В шахматах мы называем это дерево расчёта. На каждый ход открывается ещё несколько ходов, на каждый ещё несколько ходов, ещё несколько ходов и так далее. То есть вся наша жизнь – это очень сложный алгоритм. Сейчас очень модно, действительно модно, наверное, задаваться вопросом жизненного предназначения, потому что мы видим всплеск, бум вопросов по этой теме. И всем хочется найти какое-то уникальное своё жизненное предназначение, желательно быть гением. Потому что, ну как-то, как в анекдоте, да, для чего я жил, ну чтобы соль передать, ну как-то не очень оптимистично и не очень позитивно это звучит для многих людей. Поэтому тут опять же вопрос поиска своего жизненного предназначения. Во-первых, можно ли его действительно найти методом какого-то поиска такого, как вот тренинги идут и много литературы на эту тему. И вопрос тогда, если ты находишь это жизненное предназначение, как принимать решение в отношении этого? — Это отдельная большая тема. Может быть, мы когда-то осветим её более детально, но если говорить общими мазками, почему сегодня в Российской Федерации тема предназначения и смысла жизни настолько актуальна? Это ответ на то, с чего мы, Людмила, начали. А мы начали с базовой ошибки. Совершая базовую ошибку ещё в 10-м, 9-м, 11-м классе, то, о чём мы говорили, мы идём сразу по ложному пути и заходим в тупик. И придя в этот тупик, мы говорим, кто я? Начинается кризис. И в этом кризисе возникает философский поиск предназначения. То есть тот вопрос о предназначении, который сейчас актуализировался в головах у миллионов россиян, и говорит о том, что они изначально выбрали не то, вот то, о чём мы начали. Это первое. Второе. Человек никогда не задумывается о предназначении, когда у него всё хорошо, когда он не находится в точке, где нужно принимать решение. Поэтому кто-то изначально со школы принял решение, основываясь на каких-то странных выборах, кто-то не изменил какие-то течения событий, кто-то подчинился чьей-то воле, кто-то подчинился обстоятельствам и судьбе и ждёт, пока судьба разродится. В любом случае, так или иначе, эти люди пришли к одному процессу, называющемуся кризис. Кризис – это всегда точка, где ты можешь либо оттолкнуться и пойти дальше в развитие, либо пойти по нисходящей чуть дальше. В этот момент кризиса, если вспомнить экономику, жизненный цикл товара, у нас вот есть этот момент, и это вот он и есть, тот самый кризис. В этой точке люди начинают думать, кто я. Не потому что им всем открывается вселенная, а потому что это естественный ход психических реакций под названием «Надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать». Поэтому и актуализирует этот вопрос. Что касается самого предназначения, его никогда не существовало. И не может существовать. И смысла никакого не существовало. Это всегда вопрос, поднимающийся в головах людей, которые зашли в кризис. Либо в кризис локального развития, либо в системный кризис, либо ещё в какой-то там кризис, там микрокризис именно непосредственно со своим человеком, партнёром или в бизнесе. Поэтому ответов там нет. И все вот эти новомодные программы, которые ищут нам предназначения, это грамотный подход, но, к сожалению, грамотный с точки зрения маркетинга, но он ничего не решает. Он успокаивает немножко. Можно отдельно об этом поговорить. По поводу, как принимать решение. Людей очень страшит неопределённость. Они очень хотят зайти в освещенную пещеру определённости. Когда древний человек пытался выжить, у него был вариант пойти в чёрную пещеру или в осветлённую пещеру, он пойдёт, конечно, в осветлённую, потому что вариантов выжить там больше. Не факт, что там больше еды, но в тёмную он не пойдёт. Так мы приобрели атовизм определённости. Мы не будем делать что-то без определённости. Очень мало людей могут преодолевать этот генетический момент, потому что там сразу страх возникает генетический. То есть идти в неопределённость всегда у тебя поднимает градус. А все предприниматели – это люди, которые идут в неопределённость. Политики, предприниматели – это люди, которые могут шагнуть вот в эту неопределённость сказать, я не знаю, что там в этой комнате, понятия не имею, что там будет, но я постараюсь махать шашкой так, как я могу. И из этого иногда выходят гениальные вещи. Второй момент, почему люди не могут принимать решение, это страх пожалеть. Они безумно боятся просто пожалеть. Люди говорят, я не должна пожалеть, я не должен пожалеть. Вопрос, почему? А почему ты не можешь пожалеть? Да, допустим, ты принял такое решение, и давай, предположим, ты пожалеешь. Что в этом плохого? Я не хочу жалеть. И это начинается уже инфантильная какая-то история, я не должен пожалеть. Третий момент, почему люди боятся принимать решение, это страх, что это будет социально осуждённо, как он плохой, или она плохая за это решение. То есть это такое, знаете, социальное осуждение со словами, это опять же штампы убеждения. То есть если перечислять всё, я боюсь, что у нас не хватит до утра, или, например, я не смогу в дальнейшем исправить ситуацию. То есть если я сейчас приму решение, всё пипец. Например, я сейчас выберу вуз, простите, вот у меня мама педагог. Знаете, у вас какие проблемы с детьми, вот опять же возвращайтесь к этим несчастным ЕГЭ. Дети кончают жизнь самоубийством, потому что им внушают, что если ты сейчас ЕГЭ не сдашь, или вуз выберешь не тот, твоя жизнь закончилась. Представляете, насколько это абсурдно. Вот мы, да, взрослые люди, насколько это абсурдно, потому что у тебя столько вариантов вузов, у тебя столько вариантов людей, у тебя столько вариантов стран, выбора, но детям так просто вот, я не знаю, зачем они это делают, им так уделывают голову, то, что вот сейчас вся жизнь твоя стоит на коне, вот все ставки ты должна поставить на зеро, если зеро не выпадет, всё, мир рухнул. Представляете, уровень напряжения. Конечно. Это ужасно, мы получим такую волну невротиков с этим ЕГЭ, ну, пускай не с самим ЕГЭ, но с психологическим подходом к ЕГЭ, что это будет ужасно просто. Вообще, надо сказать, что страх принимает решение, он иллюзорен. Вы должны увидеть, что вы боитесь в этом будущем. Какое будущее вы рисуете из-за этих ошибок? Очень часто я слышал от клиентов, я боялась принять решение Алексея много времени, я не знала, как быть, потому что я одна не могла переехать в этот город, я не могла переехать одна в эту страну, я не знала, как оно будет. Приняла героическое решение, сказала, будь что будет. И оказалось, что через год она обросла связями, обросла друзьями. То есть, на самом деле, даже начав с нуля или потеряв кого-то, например, очень часто, когда случаются потери, первое впечатление, первые слова, с которыми я сталкиваюсь в терапии, я не знаю, как жить дальше, я не смогу принимать решение, мир рухнул. Но, идя по терапии месяц-два-три, мы начинаем показывать клиенту, что на самом деле, да, произошла потеря, но это потеря сзади, и мы можем принимать решение впереди, мы можем делать какие-то шаги вперед. Да, тебе непривычно самой, да, ты не знаешь, как оно будет, и ты просто привыкла перекладывать решение на какого-то человека. То же самое родители, ничто не вечно под луной, как Шекспир говорил, но мы должны быть к этому готовы, что когда-то нам нужно будет принимать решение без консультации с близкими. Опираться на себя. Да, это неопределенность, да, вы можете пожалеть, да, вы можете расстроиться, да, вас кто-то может плохо подумать, да, у вас может не получиться, это нормально. Вот это надо людям запомнить, что это нормально. У вас есть рамки закона. Гражданский уголовный кодекс страны пребывания, все. Все остальное – поле вашей игры под названием жизнь. Все, что я должна, написано в налоговом, все, что мне нельзя в уголовном. Остальное на мое усмотрение? Да. На самом деле, игра на планете именно вот так и выглядит. Вам говорят, вот тебе игра, вот тебе игровое поле, есть правила. В этом игровом поле есть правила закон страны пребывания, и есть некоторые правила, где ты должна откидывать некоторый процент государству за то, что ты играешь. Все, играй. А люди придумали себе столько интересных дополнительных условий, понимаете, да, Шуми? Чтобы играть было интереснее. Чтобы играть было не только интересно, но и порой даже невозможно. Туда не пойду, потому что этим не займусь, потому что на вас сидят так сверху, смотрят, говорят, слушай, что за люди странные? Им сказали, вот играй, вот просто тебе закон, вот тебе как бы вот, вот такие параметры, у тебя широкий спектр возможностей. Тебе никто не говорил, что это плохо, хорошо, нигде это не написано. Даже когда Верховный суд любого государства выносит обвинительный приговор, ни в одном суде мира, вот если нас юристы слушают, они поймут, о чём я говорю, ни один судья не говорит о том, что осуждённый плохой человек. Там формулировка признана виновным в соответствии с составом преступления, доказанным, там осуждённо, там такую статью, согласно такой статье, лишение свободы, там не говорится слово плохой человек. Поэтому вот нету ни смысла жизни, нету ни определённости, и не должно быть страха ошибиться. Принимайте решение, исходя из того, что может быть, и как я буду действовать. И возьмите внутрь философию, что вы можете разочароваться. У вас открываются новые отношения с мужчиной или женщиной. Как у меня сложатся с ней отношения? Я не знаю. А вдруг она мне изменит? Я не знаю. А вдруг она сейчас мне изменяет? Я не знаю. Я буду действовать, исходя из реальности. Всякое может случиться. То есть, если вы начнёте грамотно относиться к варианту, что может измениться всё, в пути здоровее. И наше ожидание. Помните, мы когда-то в одной из передач говорили, что наше ожидание нас стрессирует? Да. У нас есть ожидание по поводу принятия решений. Я должна принять решение такое, которое правильное, которое всем понравится, за которое не осудят меня. И я точно должна знать, что оно выстрелит. Такие люди никогда не примут решений. Никогда. Получается, чтобы спокойнее принимать решения, нужно брать ответственность за свои действия на себя и быть уверенным в себе. Потому что, получается, слушая вас, я понимаю, что есть определённая доля того, что, что бы ни происходило, всегда можно найти какой-то план, как это нивелировать, как сделать по-другому. И что бы ни происходило, всё будет хорошо. Ну, вот в итоге я правильно понимаю? Концептуально, да. Вы должны чётко понимать, что вы не знаете 100%, как будет. Вы должны 100% понимать, что вы можете пожалеть. Это мышление политиков и предпринимателей, успешных людей. Они никогда не знают. Они говорят, я верю, что у меня получится. И я верю, что я справлюсь. Но я понимаю, что на этом пути может быть много чего, много проблем, и я буду с ними справляться. Да, возможно, я потерплю неудачу и так далее, но я буду верить и идти вперёд. Вы правы. Потому что перестаньте требовать определённых точных знаний. Я не должна пожалеть о выборе вуза. С чего бы это вдруг? Ты можешь пожалеть о выборе вуза через опыт, который ты получишь? Опять вернёмся к опыту. Или я не должна пожалеть при выборе мужа. Да с чего бы это вдруг? Я должна выйти замуж только тогда, когда я буду знать точно и наверняка. Да неправда. На планете так не работает. Ты просто вступаешь в отношения с мужчиной, и с чего бы это вдруг? Ты не должна пожалеть или разочароваться через 2-3 года. Можешь. А что будет, если ты разочаруешься? Вопрос твоего отношения. Ты разочаруешься или оставишь это как опыт? Ты можешь, да. Потому что уже, да, мне кажется, уже бесполезно разочаровываться по поводу в отношении близких и людей, с которыми ты проводил долгое время. Бесполезно разочаровываться. Во-первых, это был твой выбор. А во-вторых, в тот момент, когда ты был в этой ситуации, тебе казалось, что всё складывается наилучшим образом. Что это хороший выбор, что это всё будет хорошо. И они имеют право быть такими, какие они есть. Мы не имеем права навязывать людям свою философию правоты, свою философию выбора. Мы можем разочароваться в поведении людей. Банальный пример. Ты никогда не ожидал, что твоя жена или твой муж поступит так-то. Это твои проблемы, что ты этого не ожидал. Это не её или не его проблемы. Да, мы не ожидали, потому что мы были не готовы к вариативному развитию событий. Мы должны относиться гибко и философски. Тогда решение нам будет приниматься гораздо проще. Я не знаю, как оно будет. Мне кажется, что вот это более оптимально. давай попробуем. Я не знаю, какой воз, я не знаю, как оно будет. Давай попробуем, если что, будем переигрывать. Я не знаю, какой мужчина, какой муж, какая жена, какая девушка. Я не могу утверждать. Давай попробуем, будем принимать решение. Я не знаю, что у нас будет на этой работе. Я не знаю, давай попробуем и будем принимать решение, исходя из реальности. Вот тогда вы будете развиваться. И тогда за 10 лет вы скажете, вы знаете, благодаря 10-летнему опыту Я могу принять решение вот это И вот это уже совершенно другая история А это уже экспертность Конечно У нас осталось 3 минуты до конца эфира Эфир как всегда пролетел быстро, интересно и незаметно И я хочу попросить На самом деле напомнить в конце эфира Как говорить нет Потому что я понимаю, что для этого очень мало времени Но тем не менее Чтобы принимать решения Их еще нужно донести правильно Чтобы не было Вот этого, то что я боюсь сказать нет Первое, нужно научиться Понимать, что вы не можете обидеть Люди могут обижать себя сами Своим отношением, вы не несете за это ответственность Второе, вы должны взвесить на чашу весов Что будет, если вы сейчас промолчите Вам должно стать стыдно И вам должно стать обидно И больно за то, что вы получите Если вы промолчите И третье, вы должны сделать выбор, что вы хотите Вы хотите развиваться Вы хотите стать личностью Вы хотите идти вперед Тогда вам придется чем-то жертвовать Возможно, вас К вам отнесутся негативно Возможно, вы не понравитесь Возможно, кто-то расстроится Но это та плата За вашу экспертность За ваше развитие За ваше движение вперед И за ваше уважение к вам Если вы хотите двигаться вперед Развиваться Чтобы вас уважали И чтобы вы Сами себя уважали Тогда вы должны заплатить тем Что о вас подумают Может быть, плохо И может быть Вы ошибетесь И может быть Кто-то разочаруется Например, вам позвонила коллега В пять утра В субботу Говорит Зина, выйди Я бухаю Из клуба Ползу Пытаюсь Вот как-то А вы хотели с мужем провести время С детьми провести время И вы говорите Блин, если сейчас я скажу Нет Зина расстроится И у вас на чаши весов Что? Семья или Что для вас приоритетней? Вы говорите Зина, извини, я не могу Ну, я думал, это подруга Если ты решила со мной расстаться Только из-за этого Значит, это печально То есть вы должны всегда понимать Чем вы будете жертвовать И что вам это даст И никогда не бойтесь Что о вас плохо подумают Это очень важно Свои интересы на первом месте Это не про эгоизм Это про рациональность Ну, это здоровый эгоизм Рациональность Ну, мне кажется, что Да, эгоизм Когда он не здоровый Гипертрофированный Это одно дело Но эгоизм Когда соблюдение Личных границ Личных интересов Личного мнения Мне кажется Это здоровый эгоизм И почему бы и нет Вот этот баланс Отличить здоровый эгоизм От нездорового эгоизма Очень часто пытаются Найти наши клиенты Они не видят этих граней Они думают Что любое нет Это все Это беда Они не могут отстаивать Это опять же Опять К родителям Родители Не вложили в ребенка Концепцию Что Петя, ты можешь сказать Нет И это опять К вопросу воспитания Спасибо большое, Алексей За интересную программу Это была программа Психолог и я Мы говорили про принятие решений В гостях у меня был Алексей Красиков Психолог До новых встреч Спасибо До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин